Для Санкт-Петербурга итоги экономического форума выражены сухой статистикой. Прошлый год 400 соглашений на 2 триллиона рублей. А за первые два дня этого, 22 форума, уже подписано около сотни соглашений. Пройдет несколько лет, прежде чем мы увидим, как эти договоры отразятся на жизни и облике нашего города. Пример этого года – самое глубокое метро в мире – метро Петербурга. Поезд несется в тоннеле 60 метров под землей, а каждый третий пассажир листает ленты новостей или смотрит сериал. На прошлом экономическом форуме оператор сети только брал кредит у банка – 800 миллионов рублей. Форум 2018. Компания подписывает другое соглашение. Wi-Fi успешно работает в нашей подземке. Подобную технологию уже хочет видеть у себя Индия. Всего в петербургской подземке установили 400 базовых передатчиков, подобных этому сигналу. Этот настолько мощный, что в каждом вагоне к Wi-Fi могут подключиться сразу 200 человек. Если в поезде 10 вагонов – это уже 2000 планшетов и телефонов, подключенных к интернету. И это при средней скорости в 200 мегабит в секунду. Более чем достаточный для просмотра HD-видео. Лондон, Нью-Йорк, Москва – Wi-Fi-сети есть во многих подземках. Но в наших, самых глубоких и длинных тоннелях в этом году появился и самый быстрый интернет. Первый в России центр протонно-лучевой терапии. С момента подписания соглашения о его создании на экономическом форуме прошло 7 лет. Осенью прошлого года процедурные, больше напоминающие центр подготовки космонавтов, приняли первых пациентов. Инвестиции в 7,5 миллиардов рублей были потрачены не зря. Необходимо порядка 30 тысяч человек. У нас показано в России лечение на протонных ускорителях. Три года назад, четыре года назад в мире было там 15-20 протонных центров. Сейчас 40 и 45. И через 2-3 года их планируется быть уже под 90. Аппарат весом в 130 тонн разгоняет частицы протона до скорости света. Микроскопический пучок точно бьет по раковой опухоли, не задевая здоровые ткани. Сегодня это самый эффективный метод лучевой терапии. Процедуры обойдутся пациентам примерно в 2 миллиона рублей. Но для сравнения, в Праге такая услуга будет стоить 3,5 миллиона, а в Берлине 5. То есть в 2,5 раза дороже. Чтобы оценить пользу экономического форума, совершенно необязательно быть экспертом в сфере экономики. Достаточно быть просто петербуржцем и жить в этом городе. Вот я, например, люблю ходить на футбол. А теперь появился шикарный пешеходный яхтенный мост. 10 минут и из Приморского района ты уже доходишь до стадиона Санкт-Петербург. И при этом смотришь на шикарные виды Финского залива. А впервые о создании такого моста заговорили как раз на экономическом форуме. Тогда, в 2014-м, стройку оценили в 2 миллиарда рублей. За годы проектирования и работ мост с 420 метров удлинился до 940. Ширина с 28 метров сузилась до 17. К пешеходным и велодорожкам добавили две полосы для машин. Сумма строительства не изменилась. И очередной рекорд. Мост возвели за полтора года. Бывшая ЦКБ машиностроения на Охте сегодня переехала в новые просторные цеха за пределами Петербурга. На месте некогда секретнейшего объекта. Теперь современный центр дизайна. Первоарендаторы уже приступили к работе. В этом ателье принимают заказы. А в этой мастерской рисуют броши и делают деревянных кукол. Добавим сюда огромный выставочный зал площадью в 3000 квадратных метров. И все это спустя два года после подписания соглашения на форуме 2016-го. Проектом заинтересовались в Калининграде. Очередные подписи под документами поставили уже на этом форуме. Креативное пространство откроет еще один филиал. Сегодня в городе реализуются сразу несколько проектов, о которых впервые заговорили на экономическом форуме. Аэроэкспресс до Пулково. Строительство восточного скоростного диаметра. Новый корпус многопрофильной клиники в Приморском районе. Стройка фармацевтических предприятий. И это несмотря на санкции. Инвесторы стали осторожнее, но интерес к Петербургу только растет. Некоторые западные компании не хотят раскрывать, прежде чем начнут строить свои проекты, раскрывать эту информацию. И у нас предусмотрено даже таких несколько совсем закрытых подписаний, которые будут проходить не в комнате переговоров, где это обычно происходит, а в другом помещении. Но интерес к России очень большой. Все понимают, что это огромный рынок. Масштабную стройку не спрятать за закрытой дверью. Форум меняет Петербург. И от каждой подписи под очередным документом, от каждого соглашения, достигнутого сегодня, зависит, в каком городе мы будем жить в ближайшем будущем. Максима Блендер. Пульс города.